Здравствуйте! В эфире программа «Тема» и сегодня мы поговорим о контроле за оборотом лекарств. Гость нашей студии, заместитель главы администрации Белгорода по социальной политике и образованию Мухартов Андрей Александрович. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Андрей Александрович, сейчас на федеральном уровне идет усиление контроля за оборотом лекарств. До конца года все организации, которые осуществляют оборот лекарственных средств, должны зарегистрироваться на сайте честныйзнак.рф. С чем это связано? Совершенно верно. Вообще позиция, которая сегодня реализуется во многих проектах на стране, это контроль за качеством всего, что мы производим. А сфера медицины относится к той сфере, которая касается практически каждого человека в той или иной мере. Еще в 2015 году было оформлено поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что эту систему необходимо ввести. И эта система сегодня реализуется через проект по созданию федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов. В широком смысле это большая глобальная общая федеральная система, которая позволит нам отслеживать путь любого вида лекарственного препарата от производителя до потребителя. Я так понимаю, что это прозрачная сеть, что все могут воспользоваться и посмотреть наличие определенных лекарственных препаратов в своем регионе, районе, области. Совершенно верно. Более того, она касается, вот если читать из закона ссылку, а это внесение изменений в федеральный закон об обращении лекарственных препаратов, лекарственных средств. Это касается деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют производство, хранение, ввоз, отпуск, реализацию, передачу и применение и уничтожение лекарственных препаратов. То есть на всех абсолютно этапах будет осуществляться контроль. В широком смысле предполагается, что все учреждения, индивидуальные предприниматели, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность, сюда мы будем относить все лечебные учреждения, все аптеки, всех индивидуальных предпринимателей, которые занимаются тем иным видом лечебной деятельности, на свой страх и риск на основании закона Российской Федерации. Сюда мы будем относить учебные заведения, например, дошкольные образовательные учреждения у нас в городе тоже имеют лицензию на медицинскую деятельность. Даже, наверное, салонной красоты некоторые подпадают, которые используют лекарственные препараты, делают инъекции. Безусловно, безусловно. В этом случае первая обязанность до окончания текущего года, все эти субъекты должны быть зарегистрированы в системе маркировка. Сделать это можно очень просто через сайт честнознак.рф. Сегодня есть четкие, подробные, понятные алгоритмы. Для того, чтобы медицинская организация или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию, мог зарегистрироваться, нужно посмотреть ссылки на сайте Росздравнадзора или в системе честнознак. Есть подробные, четкие алгоритмы. Туда вносятся необходимые документы, которые касаются учредителя, которые касаются действующей лицензии. Подтверждается все это электронной усиленной цифровой подписью. В этом случае, когда мы понимаем, что субъект в этой системе, он имеет возможность полноправно в этой системе работать. Наверное, ощутимый плюс этой системы еще и в том, что уже не будет какой-то фальсифицированной или контрафактной продукции, потому что все будет прозрачным. Безусловно, мы же с вами периодически встречаем в прессе информацию о том, что где-то обнаружены лекарства, которые признаны фальсифицированными, где-то возникли проблемы, которые касаются содержания, хранения, транспортировки тех или иных лекарств. Сегодня это будет практически невозможно. Система предполагает четкую фиксацию с помощью конкретных электронных кодов, электронной маркировки штрих-кодов, которые будут размещены как на внешней упаковке, так и на внутренней. И при поступлении от производителя, на примере аптеки, аптека с помощью сканеров считывает эти коды, они попадают в систему. Когда эти лекарства выводятся из аптеки, то, соответственно, используется еще одно оборудование – это регистраторы выбытия. Регистраторы выбытия отправляют информацию в систему о том, что это лекарственное средство продано, конкретно… Отсутствует. Отсутствует. Соответственно, будет легче прослеживать логистику, где чего не хватает, какой дефицит. Да. В этом случае, понимая, что мы, регистраторы выбытия, привязываются к конкретным медицинским учреждениям, конкретным лицензиям, мы понимаем сразу и сеть. Ну, не мы. В стране будет видно сеть вообще учреждений и понимание того, какие лекарственные препараты куда уходят. Гораздо легче формировать государственный заказ на производство. И мы понимаем, что, наверное, это в перспективе, и ситуацию снимет с дефицитом каких-то лекарственных препаратов, потому что будет видно. Есть они в наличии в конкретной сети, в аптеке, или их нет. Это как-то на ценное образование тоже будет влиять? Уверен, что будет влиять на ценное образование, потому что классические законы экономики, спрос-предложения, мы будем понимать объемы лекарственных препаратов. И, безусловно, государство, наверное, будет это регулировать. Сейчас для того, чтобы найти какое-то лекарство, приходится обзванивать аптеки, есть, нету. Если в этой системе ввести в поисковике, там будет сразу информация о том, где есть наличие необходимое лекарство. Безусловно, на уровне конкретного муниципалитета, субъекта, наверное, можно будет это последить. Здесь есть еще один большой плюс для потребителя. Сегодня можно в свой смартфон скачать приложение «Честный знак», и приходя в аптеку, вы всегда сможете проконтролировать. Достаточно приложить телефон и считать. Безусловно, каждый потребитель, абсолютно любой, который немножечко умеет пользоваться современными гаджетами, сразу получит информацию, что это за лекарственный препарат, откуда, кто его произвел, срок изготовления. Мы понимаем, что это официальный лекарственный препарат, который используется в стране, что вариантов каких-то подлогов быть, в принципе, не может. На данный этап не так много времени остается до сроков, обозначенных необходимыми для регистрации на этом сайте. Для чего это вообще нужно? Какие бонусы это даст? Вообще, мы хотели бы, мы сегодня открыто призываем, я призываю абсолютно всех индивидуальных предпринимателей, которые работают в городе Белгороде и вообще работают в Белгородской области, провести эту регистрацию. Мы сегодня понимаем, что в системе уже зарегистрированы наши государственные лечебные учреждения. Мы зарегистрировали в системе муниципальные бюджетные учреждения и понимаем, что у нас появляется возможность с 1 января 2020 года работать так, как должно по закону. Но, к сожалению, недостаточное информирование. Кто-то, может быть, надеется, что это можно сделать чуть позже. Часть индивидуальных предпринимателей в городе Белгороде еще не заявились в этой системе. Мы знаем, что индивидуальный предприниматель по закону работает на свой страх и риск, но хотели бы, чтобы эту работу сделали все. Сегодня для консультации можно обратиться в администрацию города Белгорода. Мы дадим исчерпывающую информацию, какие шаги нужно пройти, чтобы эту регистрацию завершить. Большое спасибо департаменту здравоохранения Белгородской области. Здесь тоже большая группа людей сегодня занимается этим вопросом. И есть уверенность, что с 1 января 2020 года у нас не останется ни организаций, ни индивидуальных предпринимателей, которые бы не были зарегистрированы в этой системе. То есть, я понимаю, что касается государственных структур, тут все в порядке, все уже регистрацию прошли. То есть, в большей степени эта информация важна для предпринимателей. Совершенно верно. У нас много людей, которые занимаются предпринимательством в сфере медицины, работают в стоматологических кабинетах, в массажных кабинетах, оказывают конкретные медицинские услуги, которые лицензированы, и эту работу им необходимо завершить. Но опять же, регистрация не накладывает каких-то финансовых обязательств, это просто регистрация в системе? Регистрация в системе бесплатна, и я могу допустить, что кто-то еще не имеет электронной цифровой подписи, это стоит определенные средства незначительные. А, но это тоже условие, которое... Да, регистрация на сайте предполагает наличие цифровой электронной усиленной подписи, электронного ключа. Сегодня это практически имеют все. И все остальное – это просто организационные моменты, которые необходимо выполнить. Потому что де юре, с точки зрения закона, если с 1 января 2020 года абсолютно все лекарственные препараты будут иметь соответствующую маркировку, то их дальнейшее движение, использование, в том числе индивидуальными предпринимателями, будет возможно только через эту систему. И отсутствие человека или организации в этой системе просто не даст возможность работать. А вполне возможно, за это будут соответствующие санкции административные. Вот хотела как раз спросить, что же грозит тем, кто не успеет зарегистрироваться до конца года? Привлекут внимание Росздравнадзора? Это пристальное? Росздравнадзор, безусловно, будет это контролировать. И я уверен, что, может быть, какой-то короткий промежуток времени переходный произойдет. А затем это ответственность административная и ответственность вплоть до отзыва лицензии. Я хотел бы сделать еще один акцент о том, что для дальнейшей работы в этой системе лечебным учреждениям и предпринимателям потребуется необходимое оборудование. И это оборудование, которое приобретается, это сканеры штрих-кодов и оборудование, которое называется регистраторы выбытия. Регистраторы выбытия операторам в федеральной площадке предоставляются предпринимателю или лечебному учреждению бесплатно. Это прибор, который сможет по этому коду выводить лекарственные препараты из оборота и передавать информацию в систему. Я еще раз хочу попросить все субъекты, которые имеют лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность, провести эту регистрацию, чтобы было всем спокойно. Я думаю, что от этого будет удобство и для тех, кто оказывает услуги в сфере медицины, и всем потребителям. И от всей души желаю нам всем не болеть и как можно меньше пользоваться лекарственными препаратами, вести здоровый образ жизни. Отличное пожелание. Спасибо большое за участие в нашей программе. Еще раз напоминаем, что пройти регистрацию на сайте честныйзнак.рф нужно до конца этого года. Это касается всех организаций, которые имеют отношение к обороту лекарственных средств. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова